Я должен в этой аудитории представить нашего гостя. Я, как и вы, готовился к сегодняшней встрече. Все, что возможно посмотреть о нашем госте, я посмотрел. Но представить его мне представляется очень сложно. Это все равно, что придумать название книги или сочинить аннотацию книги, которую автор еще не закончил, а читатель в лучшем случае на треть прочитал. Но из сложных ситуаций надо выходить просто. Я попытаюсь сделать этот простой шаг. Уважаемые коллеги, в наших гостях, в гостях у нас в Харьковском университете имени Каразина Михаил Наумович Эпштейн. Лекция, это будет встреча в формате лекции. И я надеюсь, что Михаил Наумович оставит какое-то время для вопросов, если они наверняка возникнут. Прошу вас. Большое спасибо, Иван Васильевич, за вашу презентацию. Я благодарен университету имени Каразина национальному, благодарен Лиде Владимировне за организацию моего приезда и Наталье Валерьевне Шелковой. Спасибо за возможность поделиться своими размышлениями о проективном мышлении и будущем гуманитарных наук. Я только что побывал в музее вашего университета и обнаружил, что дом, в котором мы находимся, назывался дом проекта. Вот такое удивительное совпадение моей темы и вашего топоса, так сказать. Проективное мышление – это мышление, я сейчас вкратце как бы очерчу какие-то границы той темы, о которой я буду говорить сегодня. Это мышление, которое проектирует свой собственный предмет и создает его возможность, условия его бытия. Проективное мышление все более распространяется в мире. Мы все чаще слышим такие выражения, как Америка, как проект, Россия, как проект, Вселенная, как проект. То есть по мере того, как мы учимся прочитывать информационную матрицу, лежащую в основе даже явлений материальных, мы все более воспринимаем некую проективность или интенциональность, лежащую в основе всего, что когда-то нам представлялось данным, существующим само по себе. Ну, скажем, пример проективного мышления может представлять собой в науке периодическая таблица Менделеева, в которой, как известно, при жизни ее создателей были заполнены только некоторые клетки, а впоследствии были синтезированы те самые элементы, которые были как бы спроектированы теоретическим мышлением и видением Менделеева, скажем, 103, 105 и другие элементы периодической таблицы, которые были синтезированы буквально 15-20 лет назад. Такого же рода проектирование существует и в области гуманитарного мышления. Скажем, Фрэнсис Бекон, который справедливо считается основателем эмпирического подхода к науке, был вместе с тем великим проектантом, или фантазером, даже можно сказать, поскольку он предложил своего рода периодическую систему наук, в которой в его время были заполнены только некоторые клеточки, а среди пустовавших были такие, которые успешно заполнились впоследствии. Скажем, он проектировал историю искусств, он проектировал историю техники, он проектировал геополитику, которую называл таким эмплиматическим названием «консул в черном плаще» и так далее. Вот пример проективного мышления в трансдисциплинарной, можно сказать, сфере. Почему проективное мышление сейчас так остро необходимо у гуманитарных наук? Гуманитарные науки испытывают кризис, и причина этого кризиса, как я постараюсь показать, это как раз нехватка проективности и избыток такого архивно-интерпретативного подхода к предметам гуманитарных наук. Как ни странно, гуманитарные науки, в отличие от естественных и социальных, занимаются самыми творческими свершениями цивилизации, то есть именно то, что очерчивает границы гуманитарных наук, это сфера человеческого творчества, самотворчества человечества, самосознания человечества. Сами же гуманитарные науки, может быть, именно в силу своей обращенности на столь конструктивную и проективную область человеческой цивилизации, страдают как раз крайней робостью и в отношении проективных методов. И как раз о пользе этих методов, как потенциально выводящих гуманитарные науки из кризиса, я и хотел бы рассказать. Но сначала несколько слов о самом кризисе. Он проявляется, прежде всего, в падении интереса студентов к гуманитарным наукам. Я говорить буду в основном по материалам американской университетской жизни и академической среды, с которой я более всего знаком, поскольку уже более 20 лет преподаю в Эмалийском университете Атланта США и отчасти английской, поскольку в последнее время я переехал в Англию и преподаю в Дармском университете Великобритании. Ну это на три года. Там я руковожу центром по гуманитарным инновациям. Буквально центр обновления гуманитарных наук. Humanities Innovation. Так что все эти темы мне близки, но я их знаю в основном на англо-американском материале. Так вот, если взглянуть на статистику, то она показывает падение интереса к гуманитарным дисциплинам в американских университетах. За последние 10 лет у меня нет абсолютно точной статистики, но вот вы можете увидеть, как английский язык и литература семей с 0,6% опустился 3,9%. Иностранные языки и литература, включая, конечно, русскую, с 2,5 до 1,3%. История, соответственно, почти в два раза упала. И не только статистика, но и само самосознание университетской среды, оно бьет тревогу по поводу растущего падения гуманитарных наук в кюриклуме, в системе учебных программ, вопрос ставится даже так, не есть ли у гуманитарных наук будущее или нет гуманитарных наук будущего в 21 веке, а кому вообще до этого есть дело. Действительно, гуманитарные науки оказываются на периферии, и этот факт, можно сказать, зафиксирован даже теми тенденциями, которые пытаются этот печальный факт каким-то образом преодолеть и оставить в прошлом. Я имею в виду недавний доклад Американской Академии Наук и Искусств, подготовленный по заказу Сената, а это достаточно сильная организация, Сената и Конгресса. И этот доклад говорит о необходимости сосредоточить очень сильные финансовые ресурсы американские в области усиления преподавания гуманитарных наук как на школьном, так и на университетском уровне. И обосновании этого, вкратце говоря, вы можете найти этот доклад в интернете. В частности, у меня есть блог на Фейсбуке, где я не так давно сделал ссылку на него и перевел какие-то маленькие фрагменты. В частности, без гуманитарных наук американцы не могут осознать свое место в истории и свое место в мире. То есть речь идет о том, что гуманитарные науки обеспечивают будущее нации, будущее человечества. И вот устремленность гуманитарных наук в будущее представляет собой тот новый вектор их развития, о котором мне и хотелось бы говорить, потому что сейчас они воспринимаются как устремленные в прошлое. Future-oriented humanities или past-oriented humanities. Сейчас создается в обществе, американском, английском, такое впечатление, что гуманитарные науки — это поприще для таких архивных юношей, архивных девушек с такими особыми наклонностями, которые препятствуют их включению в активную социальную жизнь. Люди с такими яркими созидательными дарованиями идут в технологии, идут в науке, идут в политику, идут в коммерцию. Но гуманитарные науки — это вот такое тихое прибежище для людей, лишенных воображения, попросту говоря, которые склонны вот рыться в архивах, перебирать пыльные листочки, и заниматься интерпретацией старых текстов, и никаких слов о будущем, никакого человека созидания, человека творчества от них ожидать не следует. Вот изменить такое восприятие гуманитарных наук, и хотелось бы сделать это можно внешними или внутренними способами. Если говорить о причинах кризиса, то часто называют, скажем, неблагоприятные условия на рынке труда, слабая затребованность гуманитарных профессий на этом рынке, недавний экономический кризис, такая жадность корпораций, безразличие правительства, дух потребительства, техноцентризм современного общества, можно долго перечислять, я не буду вдаваться в эти внешние причины. Может быть, стоит задать вопрос, не находятся ли причины кризиса в самих гуманитарных науках, в их отчуждении от того самого человечества, которым они по самому своему заглавию признаны заниматься. И действительно, через XX век проходит тенденция к дегуманизации гуманитарных наук, это своего рода аксюмарон, но именно об этом, о дегуманизации, как вы знаете, говорил и возвещал ее и структурализм, и постструктурализм, а подготовлена она была, конечно, в 1920-е годы, в русском формализме, а впоследствии новой критики ангоамериканской, которая требовала сосредоточиться, скажем, литературоведом на литературности литературы, то есть отсечь от литературы биографию писателя, идеологию, мировоззрение, философию, метафизику. Вот литературность литературы, которая свелась в конечном счете к текстуальности текста, и представление о том, что человек и человечество имеют очень косвенное отношение к гуманитарным наукам, а они прежде всего исключительно науке о текстах, оно и дожило до конца эпохи постструктурализма, до конца эпохи деконструкции, которую можно датировать где-то середины 90-х годов прошлого века. Сейчас начинается, уже началось лет 15 назад время других подходов, и вот о них хотелось бы сказать. Значит, если мы... Я полагаю, что профессиональное достоинство гуманитария состоит в том, чтобы не указывать обвинительно на внешние причины кризиса гуманитарных наук, а посмотреть прежде всего на самого себя, нечего на зеркало пенять, как вы знаете, и в самих себе, в гуманитарной методологии искать причины того кризиса, того отчуждения гуманитарных наук от общества, от цивилизации, от длилища, которые они теперь претерпевают. Есть, как вы знаете, три основные ветви знания. Это естественные науки, социальные и гуманитарные науки. И, соответственно, мы видим здесь три строчки. Естественные науки изучают природу, и у этих наук есть такие мощные надстройки, практические, которые позволяют преображать, изменять то, что эти науки изучают. Техника, технология, да, вот это совокупное название всех тех методов, сил, ороди, которыми естественные науки пользуются, чтобы изменять то, что они изучают, то есть мир природы. Социальные науки тоже имеют такую надстройку для изменения того, что они изучают, то есть общество. Это политика или разнообразные политики, административная политика, экономическая, геополитика и так далее. Это узаконенные вполне инструменты практического преобразования природы и общества, которые возникают на основе или в взаимодействии с естественными или социальными науками. Ну а как дело обстоит с гуманитарными науками? Здесь приходится ставить знак вопроса, потому что не обнаруживается никакой такой области надстройки над гуманитарными науками, которые занимались бы системно-творческой трансформацией культуры в том смысле, в каком существует политика и техника, как сотрудничающие области с естественными и социальными науками. Именно по причине отсутствия вот этой вот третьей практической ветви проявляется сильная склонность к политизации или технологизации гуманитарных наук. То есть вот это вот белое пятно заполняется практическими модальностями, взятыми либо из первой строки, либо из второй строки. Ну, политизация гуманитарных наук — это явление, знакомое нам, живущим в республиках расправшегося Советского Союза, где идеологизация и политизация гуманитарных наук была, естественно, нормой. Все они подчинялись заданиям марксистско-ленинской идеологии. И, как вы знаете, это не шло им на пользу, поскольку отнимало у них, в общем-то, научный статус у этих наук и превращало их просто в инструменты идеологического воздействия на сознание. Вообще, политизация гуманитарных наук на пользу им не идет, что демонстрирует и опыт современного Запада, когда гуманитарные науки порой подчиняются требованиям идеологии мультикалчурализма или идеологии политической корректности и так далее. Технологизация гуманитарных наук тоже имеет место. Скажем, сейчас очень много, в последние 10-15 лет говорят о digital humanities, о цифрованных гуманитарных науках. Но под этим обычно имеется в виду не столько преобразование творческой области культуры, сколько просто, опять-таки, собирание архивов, гораздо более интенсивная электронная работа по накоплению фактов, архивов, ресурсов, с которыми можно удобно работать. Но понятно, что такая технологизация или дигитализация гуманитарных наук по качеству совершенно не затрагивает их преобразовательного ядра. Хотя и в этой области можно, на мой взгляд, достигать каких-то преобразовательных результатов. Об этом можно было бы говорить в связи, скажем, с превращением интернета в интернет, intellectual network. Это один из моих таких вот электронных сетевых проектов. Но сегодня мне хотелось бы сосредоточиться на тех преобразованиях в области культуры, которые специфичны именно для гуманистики. И в качестве первичного, первого примера, вообще я пройду через все, ну, через основные области гуманистики. Их осталось не так уж много. Круг гуманитарных дисциплин, в общем-то, сужается. И если раньше к истории, история, скажем, относилась к ведомству гуманитарных наук, то сейчас ее трактуют, в общем-то, в номенклатуре дисциплин в американских университетах, скорее, как к социальную науку. То же самое относится к антропологии, где социальная антропология резко преобладает над культурной антропологией. То же самое относится к психологии или даже ее двигают еще дальше в области естественных наук. Так что, собственно, к и другу гуманитарных наук сейчас можно отнести философию, литературу ведения, искусствознания, культурологию, лингвистику и, может быть, теологию. Хотя, может быть, и нет, это вопрос спорный. Вот об этом я хотел бы сказать, начав с литературу ведения, потом культурология, лингвистика и философия. И попутно я, конечно, буду говорить о каких-то общих закономерностях проективного мышления, которые могут себя обнаружить в этих дисциплинах. Вот литература ведения мне близкая, поскольку я по образованию филолог. Как начинались новые эпохи литературного творчества, новые эпохи художественного сознания в последние, по крайней мере, три века? Они начинались, в общем-то, с манифестов. Классицистические манифесты с 17 века, романтические, реалистические, натуралистические манифесты символизма, футуризма и так далее, вплоть до постмодернизма, метареализма, концептуализма и прочего. Что это за жанр такой манифест? Очень интенсивный жанр мышления о литературе, который, однако, не укладывается в традиционные рамки литературы ведения. Вообще, литература ведения обычно делится на три отрасли. Это теория литературы, которая занимается общими законами литературы. Это история литературы, которая занимается ее прошлым. И литературная критика, которая занимается настоящей литературой. Ну, возникает, естественно, вопрос. Если есть вечная теория, прошлая история, настоящая критика, то где же раздел литературы ведения, который занимался будущим литературой? Вот, собственно, литературные манифесты как раз не только занимаются будущим литературой, но и создают это будущее. Вот здесь я как раз и говорю о том, что литературоведение наряду с тремя основными общепринятыми разделами теории, истории, критикой литературы должно быть место и проективной деятельности, обознаванию новых текстуальных стратегий, приемов, жанров, направлений. Литературоведение нужно четвертый раздел, обращенный, извините, здесь опечатка, не к прошлому истории, не к настоящему критикой, не к вечному теории, а к будущему, прогностика, евристика, креаторика литературы. Иными словами, рядом с литературоведением должно быть место литературы водству, и точно так же искусствоведение дополняется искусствоводством, языковедением, языководством. Здесь я использую, на мой взгляд, очень удачное новообразование Велимира Хлебникова, я дальше дам вам эту цитату, которая говорила о том, что необходимо от языковедения перейти к языководству. Ну, образуя это слово по тому же типу как лесоводство, или растениеводство, или рыбоводство, то есть речь идет о практическом создании тех умножения, культивирования, от слова культура, да, тех предметов, которым занимается данная наука. И вот представьте себе, чем была бы, например, ботаника, если бы она оставалась чисто схоластической наукой, не было бы в мире опытной экспериментальной работы с растениями, не было бы садоводства, не было бы лесоводства, не было бы сельского хозяйства, растениеводства и так далее. Вот литературоведение находится примерно в таком же положении, как находилась бы ботаника, если бы всего этого у нее не было. Но, слава богу, тем не менее, есть деятельность манифестов, есть деятельность, совершенно не укладывающаяся в традиционное представление о науке, как изучающий некий уже существующий предмет. Есть деятельность проективная, то есть манифесты символизма, они проектируют новое движение, символизм, манифесты футуризма проектируют новое движение. И они, как правило, даже предшествуют соответствующей поэтической литературной практике или одновременно с ней рождаются. Поэтому, например, очертить профессиональную роль таких деятелей символизма, как Мережковский или Андрей Белый, очень трудно, исходя из традиционной номенклатуры профессии. Вот, с одной стороны, они были, несомненно, писателями, поэтами, как я не знаю, Чехов или Фед, с другой стороны, они были литературоведами, Мережковские книги о Гоголе, о Толстом и Достоевском, Белые книги о Пушкине, о Гоголе, такие литературоведческие. Но, с третьей стороны, они были создателями символизма, они были авторами манифестов, программных работ, которые предшествовали символизму и создали символизм, как эпоху в истории искусства и литературы. И вот эта третья их ипостась, собственно, проективная, оказывается непонятой, недооцененной, поскольку отсутствует такая вот должность, как бы, проектанта, проектировщика в системе гуманитарных профессий. И, оказывается, что очень значительные творческие умы, которые изучаются основательно, о которых пишутся диссертации, присуждаются ученые степени, скажем, сотни, если не тысячи ученых степеней были присуждены за изучение работ Ницше в области философии. Но если бы сам Ницше со своим трактатом «Так говорил, Заратустра» явился бы на философский факультет современного американского вуза и предъявил бы вот это свое сочинение на сыскание какой бы даже самой маленькой должности, вроде там инструктора или лектора, его бы, конечно, отвергли, потому что, согласно научным критериям, это не научное произведение, там отсутствует какой бы то ни был научный аппарат, какие бы то ни было ссылки. Вообще, это такой странный бред древнеперсидского пророка, не имеющий отношения, так сказать, к серьезным людям, которые занимаются серьезной философией. Тем не менее, эти же люди делают впоследствии диссертации, степени и свою научную карьеру на изучение вот этого несчастного Ницше. Так вот, не должно ли быть предусмотрено в системе современного университетского образования место для творческого мышления, место для таких вот странных проектантов, прожектеров, создателей будущего, которые сейчас могут получить респект в академической среде только постфактум в качестве предметов, там, диссертации и ученых карьер. Может возникнуть вопрос, а есть ли в университетах место для таких, что ли, творческих, созидательных, конструктивных профессий? Или университет — это место только для изучения, исследования? Но современные университеты, во всяком случае, в том виде, в каком они существуют на Западе, конечно, являются местом, куда и профессиональные школы, так называемые, включаются. Там есть юридические школы, теологические школы, бизнес-школы, медицинские школы, инженерные школы, компьютерные технологии. Более того, есть практически, ну, не во всех, но во многих крупнейших университетах кафедры или программы литературного творчества, где обучают писать романы, стихи, пьесы. И крупнейшие писатели преподают на этих кафедрах, и в Англии тоже самое происходит. И, с одной стороны, это решает их проблему трудоустройства, чтобы они не были в такой рабской зависимости от рынка, от коммерции. А с другой стороны, они учат творчески мыслить и воображать молодых начинающих писателей. Но оказывается, что почему-то учить писать стихи или романы можно, а вот учить творческой философии, творческому литературу ведения, творческой филологии, творческой лингвистики, проективным, как бы, видом знания, для этого места в институциональной системе современной академии нет. И вот в этом отчасти состоит мое, что ли, практическое предложение и направление работы Центра гуманитарных инноваций, о котором я несколько слов в конце скажу, чтобы институциализировать такого рода гуманитарные практики, практики проективного мышления, там, филологического, философского и так далее. Ведь современные, собственно, факультеты философии, они не совсем оправданно даже так называются, это, я имею в виду, американский контекст, это скорее факультеты, ну, отделения, правильно сказать, философоведения. Мы должны различать между философией и философоведением, то есть изучением философии и созданием философии. Там не занимаются созданием философии, там изучают философию, это совершенно другое дело. То есть для собственной философии, как проективной созидательной деятельности человеческого ума, там места практически не остается. Ну вот, дальше мне хотелось бы сказать о том, как современные средства коммуникации сами толкают нас к усилению проективного начала в гуманитарном мышлении, от интерпретации к ретекстуализации. Ну, мы знаем, что современный мир все больше движется от бумажных текстов к электронным текстам, которые даже текстами как-то назвать не поворачивается язык, потому что они уже не тексты в прежнем своем виде, это скорее такие текстоиды, как бы тексты, текстоподобные информации, текучие конфигурации знаков, которые легко меняются в зависимости от читателя, черточка, писателя. То есть читатель все больше в электронной вселенной выступает и как автор этих текстов, притом тех же самых текстов, со-автор, пост-автор, которые он читает. Ну, пример назову, самая большая в мире энциклопедия, это Википедия, страницы которой создаются вот именно таким способом. Кто-то пишет текст, потом любой читающий может его дописать, поправить, следующий читающий опять-таки добавляет в этот текст что-то свое. И таким образом, как определить такой вот вид деятельности? Считается, что основа филологической деятельности это интерпретация. То есть вот все мы занимаемся интерпретацией в литературе ведения, в гуманитарных дисциплинах, интерпретацией текстов. Ну, что такое интерпретация? Интерпретация это когда мы присваиваем, меняем значение текста, оставляя неизменным сам текст. Вот он остается такой, как он есть, а мы его интерпретируем, то есть приписываем ему те или иные значения. Таким образом, как бы ассимилируем его к определенному времени, мировоззрению и так далее. Но институт или метод интерпретации был релевантен по отношению к таким неизменным бумажным текстам. Вот текст сам не меняется, поэтому нужно его интерпретировать, то есть менять его значение, оставляя в неприкосновенности знаки. Но с электронными, текучими конфигурациями текстов мы можем просто уже выразить свое отношение к тексту, так сказать, присвоить его или освоить его посредством ретекстуализации, не интерпретации, ретекстуализации, то есть внеся эти необходимые изменения в сам текст. И таким образом, движение от интерпретации к ретекстуализации, меняющий сам текст, это и есть вектор движения движения современных гуманитарных наук, который ведет к своего рода, может быть, даже неофольклору, такому электронному, потому что в предлитературной формации, фольклорной формации, как вы знаете, если песня или сказка поется или рассказывается в одной деревне, то в другой деревне ее начинают петь или рассказывать иначе, приспособляя к своим реалиям, к своим представлениям, так сказать, о мире, к своим героям, они не интерпретируют эту песню или сказку, да, они ее просто переиначивают. И вот сейчас способом выражения своего отношения к тексту тоже становится его творческое изменение. Читатель выступает как своего рода куратор текста и трансформатор текста. Таким образом, сама электронная вселенная усиливает такое проективное, трансформативное начало нашей деятельности. Вообще, это слайд называется «От исследования к изобретению». Научно-творческая работа в эпохе сети отличается от доинтернетовского периода, открывая гораздо больше простор к проективному мышлению. То, на что раньше исследователи тратили годы, перерывая груду библиотечного, архивного, энциклопедического и всякого другого материала, теперь делается за несколько дней. Вот я вспоминаю Михаила Леонича Гаспарова, труды которого по стиховеднию требовали ручной проработки тысяч, десятков тысяч стихотворных текстов. Вот он вычислял размеры этих текстов. И, конечно, безумно жаль, на что уходили годы научной деятельности этого выдающегося ученого, той деятельности, которая сейчас заняла бы у какого-то способного компьютерщика, ну, буквально там, несколько дней. И хорошо, значит, если мы освобождаемся от такого рода обременительного, чисто такого вот архивно-количественно-инструментального подхода к предметам наших занятий, то освобождается огромное время для, собственно, творческого подхода к нашим предметам, чем мы будем заполнять это время. Вот это вопрос, который, я боюсь, застанет многих гуманитариев враслог, потому что они привыкли совершать тщательнейшим образом ту работу, которую сейчас могут совершить, буквально нажимая клавиши в течение нескольких часов их студенты-первокурсники. И выясняется, что гуманитарий как бы, ну, вот на передовых границах своих наук все более становится творцом или сотворцом тех человеческих миров и знаковых систем, которые он изучает и одновременно с изучением перестраивает, перекодирует, развивает, усложняет в процессе такого активного изучения. Иными словами, соотношение изобретательского и исследовательского все больше меняется в пользу изобретения. То есть вот само определение исследовательской деятельности ученого как scholarship в гуманитарных науках по-английски требует дополнения. Это все в большей степени inventorship, то есть изобретательство, а не исследование. В этой связи хотелось бы поставить более общий вопрос. Я буду говорить о конкретных дисциплинах и перемежать эти рассуждения каким-то общими мыслями вот о проективном мышлении, так чтобы на новом материале возникали какие-то новые обобщения. Вот одно из таких обобщений. Вот в чем разница между знанием и мышлением? Мы привыкли их отождествлять, на самом деле это совершенно разные вещи. И обычно деятельность, ну как вы знаете, преподавателя университета, его как бы предназначение, его обязанность определяется трояка. Преподавание, исследование и как бы административная деятельность. Последнее мы оставляем в стороне. И первое тоже. Вот исследование. Как понимается исследование? Исследование, если мы посмотрим британской энциклопедии, скажем, определяется как накопление и распространение знаний о фактах, о законах мироздания. То есть предполагается, что знание лежит в основе исследовательской деятельности. Ну а где же мышление? И чем знание отличается от мышления? Вот я полагаю, что очень глубокая трансформация современного подхода в гуманитарных науках состоит в переходе от знания к мышлению. Как мы умеем мыслить, а не просто что мы умеем знать. Дело в том, что знание есть информация, я уже читаю со слайда. Знание есть информация о наличных фактах и связях мироздания. А мышление – трансформация этих связей, создание новых идей и представлений, которые в свою очередь посредством технологий, политик, искусств могут быть претворены в предметы и свойства окружающего мира. Это трансформативное начало гуманитарных наук сегодня как никогда остро нуждается в признании академических и образовательных институций. То есть, вот если провести аналогию, скажем, между разумом и действительностью, с одной стороны, и между организмом и окружающей средой. Вот есть адаптивная деятельность организма, которая приспособляется к окружающей среде, и есть конструктивная деятельность организма, которая сам к себе приспосабливает окружающую среду. И вот такой традиционный дарвиновский подход акцентирует адаптивную сторону организмов. Вот организмы приспосабляются к среде, естественно, отборы и тому подобное. Тогда как современная биология, когда подчеркивает, вот скажем, Ричард Левантин, один из крупнейших американских биологов, таких очень левых, во зрении, он все время цитирует одиннадцатый тезис Маркса Фейербахи о том, что не объяснять мир, а изменять его. Так вот, организмы, они на самом деле сами создают себе среду. Они конструируют среду своей жизнедеятельности. Это верно по отношению к организму, биологической сфере. Тем более, это верно по отношению к интеллектуальной сфере. Разум не столько приспосабливается к окружающей среде, сколько ее преобразует. И в этом смысле интеллектуальная деятельность имеет два компонента. Это знание, это адаптивная деятельность, когда разум приспосабливается к окружающей среде, он ее познает, он накапливает факты, достигает законы, то есть узнает мир, каким он есть. И с другой стороны, он приспосабливает мир к себе, то есть разум создает некие новые идеи, концепты, понятия, теории, гипотезы, воплощая которые, он создает тот мир, которого еще нет. И вот весь мир нашей цивилизации, включая наш самих, это, конечно, мир, созданный мышлением, а не знанием. Потому что если бы мы ограничились только знанием, то есть познанием того, что есть, мы бы оставались дикарями. То есть существами, встроенными только в природу, не существовало бы никакой цивилизации, и самой науки бы не существовало, поскольку науки тоже в природе нет. Наука — это тоже конструкция человеческого мышления. И поэтому деятельность современного академического учреждения, его задачу, правильнее было бы определить задачу научных и академических учреждений как исследования, как мысли знания. Вот одним словом по-английски это я передаю словом think knowledge, где k является общим и для think, и knowledge. Кончает слово think и начинает слово knowledge. мысли знания, интеллектуальную деятельность в форме познания и мышления. То есть, да, первое установление наличных фактов и принципов, и два, производство новых понятий идей, которые могут продуктивно использоваться в развитии цивилизации. И это и есть проективное мышление. Это и есть, собственно говоря о проективном мышлении, я, может быть, даже избыточно употребляю слово проективное, потому что всякое мышление по своей природе является проективным, является конструктивным. Но поскольку мы привыкли о мышлении думать как о каком-то синониме познавательной деятельности, поэтому приходится к нему добавлять вот это проективное или конструктивное, хотя оно таково по своей природе. Вот здесь мне хотелось бы, может быть, запозданием процитировать эпиграф к моему докладу из Фридриха Шлегеля, создателя теории немецкого романтизма и практики во многом. Проект — это субъективный зародыш становящегося объекта, субъективный зародыш становящегося объекта. Совершенный проект должен быть одновременно и всецело субъективным, и всецело объективным, единым, неделимым и живым индивидом. То есть проект — это способ как бы такого соположения субъективного и объективного, когда они образуют нечто качественно новое, того, чего нет ни в субъекте самом по себе, ни в объекте самом по себе. Это и есть проект. И если говорить о современной теории, в широком смысле теория, есть такое понятие «теория в гуманитарных науках фири», и вот сейчас в последнее время много говорят о смерти теории в гуманитарных науках, ну поскольку это уж для теории главного образа теории деконструкции, она действительно мертва, а вот как бы новое поколение теории как бы считается еще не возникло. Так вот, теория предсказывает или творит возможность своего предмета, а не задним числом его осмысляет, потому что само бытие предмета в информационной вселенной мыслетворно, производно от системы понятий, от работы концептов, да и сама информационная вселенная все более переходит в трансформационную, проективную. Надо сказать, что в естественных, я хочу провести параллель с естественными науками для того, чтобы указать, насколько как бы методология гуманитарных наук еще находится даже не в прошлом, может быть, а в позапрошлом веке. Теория из объективной становится проективной, то есть предполагает свое достраивание будущей практикой. В естественных науках, в частности, в физике, биологии, поиск закононервности все чаще ведется через сопоставление реальных процессов, их воображаемых или экспериментально созданных альтернатив. Ну, например, вот есть такая, я пропущу немного, есть такой Кристофер Лэнгтон, да, он создатель синтетической биологии или теории искусственной жизни. Он работает в институте Санта-Фе, и его исследования признаны вот такими основополагающими для создания теории искусственной жизни. И вот я приведу цитату из него. «Какую-либо закономерность можно обнаружить, лишь исследуя не просто существующие, но гораздо более широкий ряд возможных химических соединений. Закономерность имеется, но ее нельзя найти в том очень малом наборе явлений, которым природа первоначально снабдила нас. Искусственная жизнь и вообще тот более широкий порядок, который я называю синтетической биологией, есть именно выход исследования за границей того, что происходит в природе. То есть, даже для того, чтобы понять, что происходит в природе, для того, чтобы понять мир фактов, нам необходимо выйти за пределы природы и создать воображаемые как бы химические соединения. С этой точки зрения возможна не только синтетическая биология, которую создает Ленка, но и синтетическая физика, химия, социология, лингвистика, поэтика, эстетика. Каждая дисциплина ищет не только предельных единиц, строительных частиц атомов в своей области, но и таких методов их синтеза, которые расширяли бы набор самих изучаемых явлений. То есть, создание новых жанров, если говорить о литературе, создание новых жанров, новых приемов письма, новых методов, новых литературных стратегий. Только тогда мы можем понять сущность литературы, когда сопоставим существующие явления в литературе с воображаемыми, проективными сети литературы, с новыми жанрами, направлениями, такие как метореализм, концептуализм, презентализм и множество других, еще более недавних, возникающих в литературе. Таким образом, что Лэнгтон хочет сказать, что без воображения даже деятельность познания становится невозможной. Можно, конечно, совершать какие-то мелкие описательные действия в науке, но если мы хотим идти вглубь закономерностей, общих закономерностей, то мы должны наряду с известными фактами обнаруживать факты, как бы возможные. Вот он пишет, хочу еще дальше процитировать, «Наука, очевидно, достигла огромного прогресса, разломывая вещи, изучая их по кусочкам. Но эта методология обеспечила только ограниченное понимание явления более высокого уровня, которые во многом образовались благодаря историческим случайностям. Однако можно преодолеть эти границы на путях с синтетическими методологией, которые по-новому соединяют базовые компоненты бытия, чтобы исследовать то, что могло бы случиться». Вот эта воображаемая филология, воображаемая философия, воображаемая лимвистика есть не просто плод какого-то какой-то вот такой прихоти ученого, а есть совершенно объективная необходимость изучения широкого поля феноменов. До сих пор в распоряжении науки все было в одном экземпляре — одна вселенная, один разум, одна жизнь. Сейчас ученые выходят на границы, как вы знаете, достижения и построения искусственного разума, искусственной жизни, виртуальных миров, которые можно сравнивать с существующим миром. Все это раскрывает совершенно новое поле и поприще и для гуманитарных наук. Вот теперь я хотел бы перейти к лингвистике, трансформативной лингвистики или лингвистический дизайн. Язык следует рассматривать, я цитирую Вильгельма фон Гомбольта, основоположника научной лингвистики, современной лингвистики, который подчеркивает, что язык следует рассматривать не как готовый продукт, но как созидательный процесс. Это значит, что тот язык, каким мы его узнаем в грамматиках, словарях, пособиях по прописанию и тому подобное, это не есть на самом деле язык, это есть мертвая форма языка. Вот как Маркс подлечал живой и мертвый труд, мертвый труд это фабрики, станки, инструменты, а живой труд это упругая, мускулистая сила рабочего, то, что совершается. Также можно говорить о живом труде разума, о живом труде человеческого духа, и язык представляет именно его манифестацию, что предполагает постоянное расширение словаря, расширение грамматических моделей за пределы того, что описывают учебники и словари. И великому ученому повторит великий поэт Велимир Хлебников «Словотворчество не нарушает законы языка, языководство дает право населить новой жизнью, вымершими или несуществующими словами, оскудевшие волны языка». Здесь понятно, метафор идет языководство рыбоводства. Я уже 2014 год веду такой дар слова «Проективные слова русского языка». Это проект, который направлен к расширению литической системы русского языка, которая в XX веке стагнировалась и, можно сказать, даже сжалась в своих размерах. Скажем, в начале XX века словарь Даля содержал порядка 200 тысяч слов, и Вепстерский словарь содержал тоже самый полный, около 200 тысяч слов. А вот уже в 30-е годы, в 32-м году Вепстерский словарь самый полный содержал 600 тысяч слов, то есть увеличился втрое. А самый полный словарь советской эпохи, Ушаковской, содержал 80 тысяч слов, поскольку советская эпоха упраздняла не только целые сословия и этносы, но и уничтожала слова, понятия, идея, вбрасывала из нее целый литический пластык. Поэтому для русского языка, для русской лингвосферы эта задача особенно актуальна. Это вот одно из направлений проективного мышления в лингвистике. Вообще, есть три вида деятельности в области знаков. Знакосочетательная, знакописательная и знакосозидательная. Мы все занимаемся знакосочетательной деятельностью, то есть сочетаем слова в некие речевые конструкции. Этим занимаются великие гении литературы, это занимаются самые обычные люди, есть знакописательная деятельность, этим занимаются лингвисты, лексикографы, грамматисты. И третья вида деятельности является самым редким и самым необходимым. Это знакосозидательная деятельность, то есть не сочетание, не описание знаков уже существующих в языке, а введение в него новых знаков. И если опять-таки вернуться к моему опыту, то, скажем, я предложил ряд таких понятий в области гуманитарного наук за последние 20 или 25 лет, которые оказались востребованными. Если посмотреть на судьбу этих понятий, на число сайтов, где эти понятия встречаются, в первом столбце идет количество сайтов русскоязычных, а второй англоязычных, то, а я занимаюсь этой деятельностью и на английском языке тоже, у меня вот сейчас недавно вышло второе издание словаря моих английских прото-логизмов. Я подарил, кстати, его библиотеке вашего университета, и он называется предикшн, я надеюсь, что он будет доступен скоро для чтения желающих. Так вот, считает ли это слово существующим языке или несуществующим языке? Такое, как видеократия, например. Это такая власть, которая осуществляется не идиократия, это слово известно нам по политологии XX века, и идиократический режим — это фашизм, коммунизм, а видеократия, то есть власть визуальных средств, визуальных образов над населением, политическое измерение визуальности. Вот, скажем, 5 тысяч сайтов на русском языке, 277 тысяч сайтов на английском языке. Считать это слово уже существующим языке или несуществующим, это может быть, конечно, спорный вопрос, считать ли 10 камней кучи, или 50, или 100, или тысячу, но несомненно, что проектные слова имеют тенденцию, не все, конечно, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется в буквальном смысле, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать, но некоторые из этих слов имеют свою судьбу, они входят в язык, они становятся востребованными в языке. Вот здесь я перечисляю некоторые понятия гуманитарные, вы легко можете найти значение этих понятий, обратившись к интернету в поисковых машинах, вы можете подписаться на этот проективный словарь, его бесплатная электронная рассылка доступна по таким адресам, уже 400 выпусков вышло, когда-то каждую неделю, по понедельник выпускал этот словарь, это такая рассылка, которая поступает с 6 тысяч подписчиков, и в ней несколько новых слов, понятий, определений, примеров употребления, то есть, собственно, жанром здесь является не только новое слово, но и целая словарная статья, которая проектирует новый концепт в языке. И дальше этот концепт либо входит в живую, это ткань языка в общение языковой среды, или не входит, как семена, некоторые прорастают, некоторые не прорастают, но все-таки важно сеять эти семена, иначе ничего не прорастет. Вот, то же самое делается уже не в системе русского языка как целого, но в профессиональном языке, скажем, вот 10 лет назад был выпущен проективный философский словарь, то есть словарь новых понятий и терминов, которые отражают не те понятия и термины, которые употребляются в философских текстах, а те, которые могли бы создать новую генерацию текстов, то есть продуцировать новые философские направления, категории, жанры философского письма, вот он вышел в 2003 году, не знаю, есть ли он в вашей библиотеке, издательстве Алитея, и сейчас я готовлю проективный словарь уже коммунитарных наук, то есть более широкого объема проективный словарь, там будет 250 новых терминов и понятий. А это вот так называется мой английский словарь Predictionary, an exploration of blank spaces in language. predictionary, это вот как бы бед-словарь, исследование пустых мест в языке, белых пятен в языке. И некоторые слова английские тоже стали входить в английский язык. Такого рода проективная деятельность в языке происходит, конечно, не только на уровне лексики, но и на уровне грамматики. И об этом тоже у меня вышло уже много статей, остановлюсь на самом простом примере. Вот если, например, предчастие будущего времени в русском языке, можно ли так сказать, сделающие, увидящие, пожелающие, сумеющие, поймущие и так далее. Вот если верить современным таким нормативным грамматикам, то есть всем грамматикам, и тем, которые в школе, и тем, которые в университете, то таких предчастий в русском языке просто нет. Есть только про предчастие настоящего, прошедшего времени. А в некоторых учебниках даже особо оговариваются, что предчастие будущего времени в русском языке не существует. Но это ограничивает, опять-таки, спектр нашего мышления, потому что мы вполне можем определять некий предмет как признак его через то действие, которое он совершит не в прошлом, не в настоящем, а в будущем. И вполне в морфологической системе русского языка есть место для таких предчастий. Они образуются с помощью тех же суффиксов «уч», «уч», «ач», «ач», только от глаголов совершенного вида, а в настоящее время образуются от глаголов несовершенного вида. Скажем, делать, делающие предчастие в настоящее время, сделать, сделающие предчастие в будущее время. И вот приходится вести битву, так сказать, с такими лингвистами-куристами за то, чтобы оправдать существование таких предчастий в русском языке. Но, так сказать, наша сторона в этой битве подкрепляется тем, что многие великие писатели использовали эти предчастия. Скажем, Гоголь, который в «Мертвых душах» будет найдется человек, не предъявящий пашпорт, так далее, не предъявящий или там Пустовский, Грин и другие писатели использовали эти пожелающие, взволнующие и тому подобное. Значит, вот это пример того, как проективная деятельность языки, она восстанавливает системный потенциал языка, расширяет системный потенциал языка. Или, например, необходима совершенно работа по углублению категории транзитивности, переходности в русском языке. Она очень недоразвита, скажем, если сравнить с английским языком. То есть возможность прямого переноса действия на предмет, который выражается сочетанием глагола с прямым дополнением формы ввинительного падежа без предлога. Скажем, увидеть что, сделать что. Это число таких глаголов очень ничтожно. И я считаю, что вот эта непереходная, нетранзитивная ментальность в системе русского языка, она не менее пагубно воздействует на состояние современной российской цивилизации, чем, скажем, отсутствие там перерабатывающей промышленности. А вот только добыча нетов. Ментальность даже более прямо воздействует на состояние цивилизации, чем промышленности и экономические факторы. Поэтому, когда Конфуция, например, спросили о том, чем он собирается заняться в качестве новоназначенного советника, губернатора одной из китайских провинций, он сказал, я собираюсь начать с исправления имен. Его ученик робко, почтительно заметил, ну, если это самое важное у учителя, и учитель ему ответил, что там, где имена неправильные, там и мысли неправильные, где мысли неправильные, там дела неправильные, а дальше уже начинается хаос, застои, отсталость и все прочее. Таким образом, вот почему в России так много вообще-то работают и так мало делают? Работать — это не переходный глагол, делать — это переходный глагол. Можно очень много работать и при этом ничего не делать. То есть отсутствует как бы предмет делаемый и продукт делаемый. Это совершенно специальная тема, которую я, естественно, не хочу сегодня долго занимать ваше внимание. Я хочу подчеркнуть, что проективная деятельность возможна не только на уровне лексики, но и на уровне грамматики, которая залегает, конечно, гораздо глубже в языке. Грамматика — это как бы подсознание языка, то, о чем мы не думаем, когда говорим, мы подбираем слова, но грамматические конструкции как бы сами производят нашу речь. Но и этот слой языка, хотя гораздо более консервативный, обычно лексика меняется из года в год, а грамматика меняется там хорошо, если десятилетиями, а не столетиями, но этот слой также открыт таким вот инновациям, и ментальным конструкциям, которые должны, по идее, естественно, расширять возможности языка, а не их сужать. Иногда вот выдвигают такое обвинение, вы хотите создать новояз, вспоминая Оруэллская, 1984, но хочу напомнить, что у Оруэлла новояз создается методом последовательного пресечения словарного запаса языка, который в конечном счете сводится к двум словам, это «да» и «нет» или «здравствуй, ты долой», и представляет собой, конечно, выразительное обеднение. А если говорить о собственном позиции самого Оруэлла в отношении языка, то он прожит замечательная статья «Новые слова», где он проповедует увеличение лексического запаса английского языка как раз методом такой вот сознательной, проективной деятельности. Он говорит, нам нужны тысячи Шекспира для того, чтобы обновить английский язык, и дает практические рекомендации, как это делать. Особенно необходимы, по его мнению, новые слова в области обозначения эмоциональных, психологических состояний. И это он писал в 1940 году, в то время, когда, напомню, вебстровский словарь американского английского языка составлял 600 тысяч слов. Сейчас самый полный словарь русского языка, который еще только издается, примерно в середине, в 30 томах, он будет содержать 150 тысяч слов. Тем не менее, Оруэлла не хватало слов и в английском языке. Так вот, эту часть своего выступления я хотел бы закончить таким, несколько шуточными призывами к гуманитариям по образу тех праздничных, как бы, призывов, которыми сопровождались всякие Кырвомайские, Октябрьские манифестации в такой советской прессе. Значит, вот призывы к гуманитариям. Ингвисты, расширьте словарь и грамматику того языка, который вы изучаете. Дополните его новыми концептами и лексемами. Попробуйте обосновать новые грамматические конструкции, которые сделали бы мышление более гибким и многомерным. Литературу веды. Создайте новое литературное направление. Поразгласите какой-нибудь изм или ствол, чтобы молодые поэты загорелись новым эстетическим видением, как предрешитель, зажег романтиков, билинский реалистов, бритон-сериалистов, маринайте-футуристов и так далее и тому подобное. Это может восприниматься, конечно, как шутер, но я действительно так думаю, так полагаю, что нам необходимо в литературе ведения, в лингвистике то творческое мышление, которое и может сделать гуманитарные науки интересными для творчески мыслящих студентов. Не только физика, не только биология, не только компьютерные технологии могут творить. Гуманитарные науки тоже могут заниматься творчеством. Шире, переходя уже на область культуры, мы знаем такую науку как культурология, но у нее тоже может быть и, на мой взгляд, должно быть такое практическое дополнение или надстройка, которое можно назвать культуроника по образу электроники. Культуроника – это гуманитарная технология, изобретательская, конструкторская деятельность в области культуры, активное преобразование культуры как следствие или предпосылки ее теоретических исследований. Культуроника – это конструирование новых форм действия в культуре, новых техник общения, новых моделей восприятия и творчества. Культуроника мыслит проектами, то есть знаковыми системами, которые еще не стали практиками, институциями какой-либо культуры и образует план возможных формаций и трансформаций всего культурного пола. Иногда задают такой вопрос, ну хорошо, вот разве литература, искусство – это не практики в области гуманитарной? Нет, в том-то и дело, что искусство, литература – это предмет культурологии, предмет искусства знания, литературы, видения. То есть это как бы первый уровень знаковых систем. Вторая – теоретическая надстройка – это исследование этих систем. И только третья уже надстройка – это уровень гуманитарных практик или гуманитарных технологий. Вот эти три уровня вы увидите на следующей схеме. То есть есть предметный уровень – это форма первичной знаковой деятельности, это язык, искусство, литература, ценности, нормы обычные, верования, ритуалы, мифы. Это, собственно, и образует поле культуры. Второй – это теоретический уровень, это культурология. И третий уровень – это культуроника. То есть это уровень практически, деятельность на основе познания культуры. Такая метапрактика. Уже не форма культуры, не информация о культуре, а трансформация культуры. Ну и, конечно, можно отметить, что к области культуроники принадлежали такие замечательные деятели отечественных гуманитарных наук, как, скажем, Академик Лихачев всего экологии культуры, которая стала, собственно, образцом культуроники в области сохранения памятников старины. Или Георгий Петрович Щедровицкий, создатель организационных игр, методологических игр, которые тоже были вот такими трансформативными практиками, создаваемыми на основе философских и культурологических рефлексий. Одна из интересных таких отраслей такой культуроники – это создание новых праздников или осмысления старых, переосмысления, то есть, поскольку праздник представляет собой некое самосознание культуры, и когда мы отмечаем то или иное событие или чествуем тот или иной принцип, ту или иную идею, это, безусловно, самое знаковое событие культуры, которое образует в данный день ее центр, ее самословой центр. И вот, опять-таки, рискуя быть слишком нарциссистичным, ссылаясь на собственный опыт, я хотел бы назвать те праздники, которые лично сам я вот как-то пытался обосновать в сознании общества. Это 22 ноября, это день словарей, это день рождения Владимира Даля, который мы можем чествовать не только как великого лексикографа, но и как проективного мыслителя в области языка, поскольку из 200 тысяч слов в словаре Даля примерно 7% по очень скромной, я бы сказал, оценки лингвистов являются сочиненными им самим. Он действительно был словотворцем, языководом, а не только языковедом. Правда, он стеснялся, поскольку он жил в эпоху позитивизма, реализма, он стеснялся этой своей стороны деятельности, прятал новые сочиненные им слова в словарные гнезда, никогда не выносил их в заглавие статьи. Тем не менее, отчего нам доставляет такое наслаждение чтение Далевского словаря? Почему никакие другие академические словари можно пользоваться как справочниками, но читать их невозможно? Почему Далевский словарь с таким удовольствием читали и Андрей Белый, и Ленин, и Сорженицын, и люди самых разных воззрений? Потому что Далевский словарь – это модель творческого словообразования. Он показывает, как живут. Это словарь живого великорусского языка не только в том смысле, что он отражается письменный, не только письменный, но и устный язык, теоретные слова. Но это живое в том смысле, что он отражается сфера говоримого, мыслимого на этом языке. Мы видим, как вырастают эти слова, которые не зафиксированы нигде больше, потому что Далев придумают для того, чтобы показать, как, опираясь на тот или иной корень, на определенное сочетание морфем, мысль может расти и обретать новые значения. Значит, вот день словарей, день вообще словарно-энциклопедического мышления, он же входит в некоторых школах, в некоторых книжных магазинах, он отмечается какими-то уроками акцентуации словарных энциклопедических секций. Словарное мышление – это и есть, собственно, интернетовское мышление, интернетовское мышление – это, собственно, развернутый словарь, да? Если противопоставить два типа мышления – такой нарративный, линейный во времени и словарный, и тезаурусный, то тезаурусное мышление сейчас гораздо больше развивается и торжествует в обществе свою победу над нарративом, который приходит в область такой массовой культуры, такие вот интересные, занимательные истории, а мышление такое системное, концептуальное, это словарное, по сути, мышление, категоризация мира в терминах словаря или тезауруса. Вот этот переход культуры на тезаурусные структуры отмечается в этот день. 23 февраля, который празднуется как День защитника Отечества, но смысл границы гораздо шире, и вообще мало объясняется, почему 23 февраля выбрано Троцким было для того, чтобы отмечать день создания Советской Армии, потому что Красная Армия в этот день, в 1918 году, ничего кроме поражения не понесла. А Троцкий, очевидно, вспомнил, что 23 февраля в Древнем Риме отмечался праздник терминалий. Терминалий — это богий границ. Термин, простите, термин. Терминалий — это праздник. Это такие вот столбики с изображением маленьких башков, которые стояли на межах между полями. Поля прилегали друг к другу. Вот день терминалий, соседи с двух сторон приносили этим башкам жертвы. И это напоминает нам не столько о воинстве, но сколько о дружественном смысле границе, о том, что без разделения владений невозможно добрососедство, без разделения труда невозможно общее дело. И я мыслю этот день не столько как день военной границы, сколько как день встречи между представителями разных профессий, разных конфессий, когда лирики и физики, встречаясь как бы со своих болей и межей, учились бы понимать друг друга, осваивали бы общий язык или представители разных конфессий, разных вероисповеданий. Как писал Авидия в своем поэме «Фасты», как раз описывающий разные праздники и традиции Рима, «С той и с другой стороны тебя два господина венчают, подводят и две пирога, по два приносят венка, попросту празднуют все и берут соседей все вместе и прославляют тебя песнями термин цветов». Вот в этом значении можно было бы оживить этот праздник и проводить его из милитаристов в гораздо более глубокий метафизический гуманитарный днях. Ну и, наконец, 21 апреля, еще один праздник предлагаем, это день альтернативного сознания, это день, который расположен ровно между датами рождения двух тоталитарных вождей XX века, день рождения Гитлера 20 апреля, день рождения Ленина 22 апреля. Вот по такой узенькому мосточку между этими двумя тоталитаризмами, крайне правым, крайне левым, условно говоря, коммунистическим и фашистским, человечество все-таки выбралось на территорию демократии, которая может иметь шанс стать глобальной в XXI веке, поэтому 21 апреля это день альтернативного сознания, то есть день вызова тоталитаризма, в такой бы области он не проявлялся, не только политический, но и религиозный, и любой другой. Значит, этот праздник тоже предложен, и кто-то его так, именно как праздник, воспринимает. И последний тематический раздел, к которому я перехожу, если у меня еще есть время, это философия. Вот Ричард Рорти в свое время, то есть не так давно, сказал, вообще есть такая точка зрения среди американской философов, что для философии не осталось никакого большого поприща. Единственное дело у философов это воспроизводить самих себя, то есть новых преподавателей философии, и никакого выхода в современное общество, деятельность философии не получает. Вот он писал, в 20 веке, кстати, он говорил на лекции в РГГУ, где я его слушал, в Москве, в 20 веке не было кризисов, которые требовали бы выдвижения новых философских идей. Большинство нынешних контентуалов отмахиваются от утверждений, что наши общественные практики требуют каких-то философских обоснований. Отсюда маргинализация философии и теперешний здравый смысл на всех сделал материалистами реформистами. Я думаю, что он поторопился говорить о нас всех, мы не все материалисты, и я полагаю, что здесь грубейшая ошибка допущена. Как-то в 20 веке не было кризисов, которые требовали бы движения философских идей. А что такое вообще две мировые войны, что такое борьба коммунизма и демократии, что такое борьба фашизма и демократии. Это борьба именно за философские идеи, идеи индивидуальности или коллективизма, идеи идеализма или материализма и так далее. То есть, как и пророчествовал Ницше в конце 19 века, в следующем веке войны будут вестись во имя философских идей. Так оно и оказалось. И сейчас философские идеи, вот в этом моя повестка вот в дальнейших нескольких минут, и ныне философские идеи являются движущими в тех совершениях науки и техники, которые мы часто предпочитаем обсуждать без каких-либо философских референций. Как если бы открытия науки и достижения техники были бы совершенно безразличными к тем философским и даже метафизическим основам, которые на самом деле они приоткрывают больше и глубже, чем когда-либо в истории науки и техники. Но прежде всего хотелось бы напомнить, что есть и другая точка зрения на призвание философии. Это точка зрения не американского философа Рорти, а континентального французского философа Делеза и Гатари, который подчеркивает творческое начало философии. Философия – это дисциплина из их книги «Что такое философия?», состоящая в творческих концептах. Собственно, науки, искусство и философия имеют равнотворческий характер. «Просто одна лишь философия способна творить концепты в строгом смысле слова. Чего стоит философ, если о нем можно сказать, что он не создал ни одного концепта, он не создал сам свой концепт?» С этим можно согласиться, я с этим целиком согласен, но можно двигаться дальше. Дело не только в том, что философ создает новые концепты, а в том, что эти концепты приобретают в мире современной техники совершенно такое практическое, мирообразующее значение. Ибо именно сейчас, в конце 20-го, начале 21-го техника, века техника подступила к такому порогу, который позволяет ей действительно создавать новые миры, то есть углубляться в самое основание бытия, в первоначало бытия, менять эти первоначалые, то есть создавать альтернативные меры. Современную технику можно назвать онтотехникой, то есть это техника, работающая с самими основами бытия. Я прочитаю просто этот слайд. Техника конца 20-го, тем более 21-го века, это уже не орудийно-прикладная, а фундаментальная техника. И что такое фундаментальная техника? Вот в 60-е годы мое представление о технике, это годы, когда я учился в школе, начинал учиться в университете, вот классическое представление тех лет о технике. Техника это чугун, это сталь, это самая, Россия, Советский Союз в первом мире по производству сталь и чугуна, это и есть техника. Но это совершенно не техника. Техника, как мы ее теперь понимаем, видимо, такое материалистическое понимание техники, как совокупности орудий, облегчающих материальную жизнь, создающих нам материальный комфорт, облегчающих движение на транспорте, именно такое материалистическое понимание техники и послужило основой для ее критики и опровержения такими мыслителями, как Ганди, Лев Толстой, Мартин Хайдеггер и другие. Такой антитехницизм, свойственный мышлению начала и середины XX века, как техники, якобы враждебный человек. Но фундаментальная техника, современная техника, благодаря продвижению науки в микромир и макромир, в строении мозга, в законы генетики, информатики, она проникает в самые основы бытия и в перспективе может менять его начальные параметры или сдавать параметры иным видам бытия. Это онтотехника, которая под силу создавать новую пространственную временную континуум, новую сенсорную среду и способы ее восприятия, новые виды организмов, новые формы разума. Ведь философия чем имеет дело? Каков, собственно, предмет философии, в отличие от других дисциплин? Ну, если кратко определяют предмет философии, то можно солидаризироваться с Шопенгаром, который в свойственной ему эмоциональной манере как-то вскричал «Ослы, ослы, мир!» — вот предмет философии. Мир — это предмет философии, мироздание в целом. Философия мыслит мира. Но до сих пор в нашем распоряжении был, собственно, только один мир, вот тот, который мы знаем, который мы отразделяем с реальностью. И философия поневоле была вынуждена заниматься как бы дележкой этого единственного мира, то есть его интерпретации либо там материалистической, либо иодиалистической, либо мир состоит из огня, либо он состоит из воды, как считали древнегреческие философы, либо в основании его лежит воля или воля власти. Сейчас мы, или точнее в ближайшей перспективе наука и техника достигают такой стадии развития, которая позволяет нам создавать альтернативные миры. И фалисовские, геракритовские, гегелевские, нитшевские миры. Если вы помните вот рассказ Борхеса «Кленок бар. Третий мир», там описывается некое мироздание отличное от земного, где действуют совершенно свои законы. И вот для описания этого мироздания Борхес привлекает, конечно, понятие философов. Он упоминает там Беркли, Юма, Спинозу, объясняя, что этот мир — это мир, где Спиноза не был бы понят, потому что тут только мышление, там нет протяжения, там нет существительных, есть только глаголы. Вот такая философская, философско-лингвистическая интерпретация другого мироздания, она по неволе возникает, поскольку для описания мира как целого требуется философия. Философия ведь как раз имеет дело с такими параметрами, так скажем, соотношения детерминизма и индетерминизма, причинности и свободы, случаи необходимости, законы пространства и времени, законы жизни и смерти, что такое судьба, что такое причинность и тому подобное. Вот теми категориями, которые определяют мир как мир. И вы хорошо, лучше, конечно, меня знаете, что при создании даже какой-нибудь маленькой такой компьютерной игры происходит строительство как бы целого мира. То есть, если это виртуальный мир, то он обладает некоторыми своими законными причинностями, определенное число ложных шагов отличает аватара, отделяет аватара от смерти. Какие это шаги, что представляет собой ошибку с точки зрения метрики пространства и времени в этом мире и тому подобные философские вопросы. Но философия, вот устами Рорке провозглашает, что она никакого отношения не имеет к современности, когда вся современность как раз вопиет о философии, о том, что мы находимся в процессе, впервые в истории цивилизации, в процессе новых мирообразований. Создается вот то, что всегда во множественном числе, то, что всегда существовало в единственном числе. И то, с чем всегда имела дело философия. Альтернативные миры, альтернативные формы разума, альтернативные формы жизни, если имеют в виду перспективы генетических экспериментов. И таким образом техника не уводит от философии, если говорить о современной ототехнике, а заново встречается с ней у самых корней бытия, у тех первоначал, которые всегда считались привилегией метафизики. Вырастает перспективы нового синтеза философии техники, технософии, софия техника, которая теоретически мыслит первоначало и практически учреждает их в альтернативных видах материи, жизни и разума. Вот один из моих последних проектов, еще имеющий действительно свойство проекта, это метабилд, метамиры, то есть это роль философии в создании компьютерных симулированных миров. Как мы можем построить, мы можем построить, скажем, Гегелевский мир или Марксов мир, не в реальности, скажем, коммунизма, разрушая существующую цивилизацию, а в виде тех симуляций компьютеров, которые становятся все более чувственными и достоверными и по степени своей как бы насыщенности реальностью приближаются в ближайшей этой перспективе и уже тактильно воспринимаем, и на запах воспринимаем к реальности настоящего мира. Маркс ведь в своем 11-м трезисе, на который уже я ссылался, сделал одну роковую ошибку, которая воздействовала самым негативным образом на все будущее его коммунистического проекта. Как Помпион сказал, философии до сих пор лишь различным образом объясняли мир, тогда как задача в том, чтобы изменить его. Вот на это, как правило, не обращают внимания, но во второй половине марксового тезиса пропускается слово различным образом, то есть поясняется, что различным образом нужно пояснять мир, а вот изменять его различным способом как бы не предполагается. Отсюда вот эта вот тоталитарная практика марксистской коммунистической идеи, которая и привела к изменению нашего мира, вместо того, чтобы создавать разнообразие миров. Вот то, чем сейчас занимается наука и техника. Уже где-то лет десять назад наметилось сотрудничество между отделениями компьютерных технологий в американских и английских университетах с отделениями истории, потому что когда пытаются создать такие компьютерные игры, скажем, по мотивам Шекспировских пьес или там Елизаветинского времени, Викторианского времени, конечно, сотрудничество с историками является необходимым для создания соответствующей правдоподобной среды этих игр. Но еще более продуктивным, этого еще не происходит, но я надеюсь, в ближайшее время начнет происходить, было бы сотрудничество отделений философии с отделениями компьютерных технологий, информационных технологий, поскольку именно новый мир, будь это мирок или мирочек, создаваемый в самом примитивном дизайне, он начинается с философского акта мышления. Когда этот акт мышления выполняет вместо философа какой-нибудь дизайнер, видеоинженер, программист, естественно, что он строит самые примитивные миры, которые, в общем-то, воспроизводят логику и метафизику нашего мира, и участие философа, философа, подчеркивание философа веда, то есть философа творчески мыслящего, может неизмеримо обогатить содержание этих миров и стать очень, я бы сказал, такой вот востребованной профессией технософия, софиотехника, то есть соединение философских знаний с возможностями современных информационных технологий. Это будущее, в общем-то, философия, если, конечно, она хочет иметь какое-то будущее вне себя, не только воспроизводить преподавателей философии. Вообще, если 20-й век был веком грандиозных физических экспериментов, то 20-й может стать лабораторией метафизических экспериментов, относящихся к свободной воле, к роли случая, к проблеме двойников и возможных миров. Физические эксперименты переходят в метафизические по мере того, как создаются условия для воспроизведения основных, ранее безусловных и неизменных элементов существования интеллекта, организма, жизнь вселенной, уже их множимым творимым измерениям. Но поскольку философы устраняются, я уж не знаю, почему от такой работы, то их роль на себя берут ученые, естественники. Если философы, включая, конечно, представителей аналитической традиции, устраняются от решения этих больших человековедческих и человеководческих вопросов, то за них берутся ученые, такие как Дэвид Бум, Джон Берро, Пол Дэвис, Пенрус, Типлер, Курцвелл, Чомский, Хофштадер, Дэннид и другие. Философские вопросы, вопреки Рорти, хотел бы сказать, остаются и заостряются. Я уже постарался объяснить, почему, но в отсутствие интереса со стороны профессиональных философов они переходят в видни физиков, биологов, гибернетиков, когнитивистов, которые оказываются, увы, для нас в большей степени наследниками великих метафизических традиций, чем сотрудники капитала аналитической философии. Философия должна изменить понимание своего места в мире, и здесь вспоминается Гегелевское известное изречение о том, что сова Минерва вылетает в сумерки. Минерва – это богиня мудрости, древнеримская, и один из ее атрибутов – сова, считающаяся мудрой птицей. Почему Гегель имел в виду, что она вылетает в сумерки? То есть он имел в виду, что философия, она как акт рефлексии, приходит после того, как практические дела уже завершены. Вот там царей построили свои империи, полководцы исполнили свою роль в воинах и солдаты, там рабочие что-то строят, бизнесмены торгуют, а потом уже на исходе дня приходит философ, который воссоединяет эту практическую деятельность с саморазвитием абсолютной идеи, придает ей некий такой разумный смысл. Вот такое представление о том, что философ – это деятельность, как бы подводящая итог, она совершенно нерелевантна для сегодняшнего дня, для будущей философии, потому что именно в век фундаментальной техники, онтотехники, и роль философии радикально меняется. Его скорее можно сравнить с жаворонком, который возвещает новый день. Новые практические свершения в области технологии, поскольку сами технологии в своей основе имеют задачу и возможность построения новых альтернативных миров, форм разума, форм жизни. И поэтому можно говорить о философе как о жаворонке или даже как о петухе, который на рассвете провозглашает новый исторический день. И в этом, безусловно, как бы значимость, всемирная важность философского поприща, как я вижу его в XXI веке. Ну и возвращаясь к коммунитарным наукам в целом, хочу подчеркнуть, что если философия хочет вернуться в центр интеллектуальной жизни, она должна воссоединиться с большими техническими, информационными, биогенетическими, социально-политическими практиками XXI века. То есть закладывать концептуальные основы новых практик. Кстати, технософии, биософии, инфусофии, политософии и так далее. Трансформативная гуманистика охватывает собой все дисциплины, которые направлены на трансформацию того, что изучается соответствующими гуманитарными науками. Культуроника или культуроводство, трансэстетика или искусствоводство, транспоэтика или литературоводство. Все это совокупность таких трансформативных гуманитарных дисциплин, которые, на мой взгляд, должны найти место в курриклуме XXI века. Что? Да. Вот еще раз хочу подчеркнуть, что это мироощущение, множимость миров, оно однажды очень сильно выразилось у Толстого. Я ехал наверху на контакт и глядел на дома, вывески, лавки, прохожих, извозчиков. И вдруг так стало ясно, что весь этот мир с моей жизнью в нем есть только одна из бесчисленных количеств возможностей других миров и других жизней. И для меня есть только одна из бесчисленных стадий, через которые мне кажется, что я прохожу во время. Вот это многомирие, мультиверсум. И в современной физике все больше вес приобретает многомировая интерпретация квантовой механики, предложенная американским физиком, Хью Эвереттом, 50-е годы. Всякие микрообекты одновременно существуют во множестве экземпляров, в каждой из которых принадлежит своей особой параллельной вселенной. Вот эта множественность миров побуждает нас изменить методологию своего мышления, перейти от деконструкции, если говорить о методах гуманитарных наук, к тому, что я называю потенциацией. Потенциация, ну это как бы вот некоторое уточнение понятия проективного мышления. Потенциация — это умножение мыслимых объектов путем создания их альтернатив. вариаций, соперничающих моделей. Рядом с каждой дисциплиной, теорией, понятием, теременом живет его тень, которая при иных условиях освещения могла бы выступить как самостоятельный первичный объект сознания. Возможно, скажем, цивилизация, где основной гуманитарной дисциплиной была бы селентика, наука о молчании, а не лингвистика, где философия была бы наука единичной, а не всеобщей. До сих пор я говорил о существующих дисциплинах, культурологии, философии, лингвистике, литературе и об их практических настройках. Но есть ведь много дисциплин, так сказать, потенциальных, вот тех дисциплин, которые могли бы составить пока пустые клетки. Вот в этой вот Беккеновской таблице классификации наук, которая одновременно была и таблицей порождения новых наук с множеством пустых лет. Рядом с наличными дисциплинами, как их иное возможно, выстраиваются ансамбли гипотетических дисциплин, наук в сослагательном наклонении. Как альтернатива феноменологии обосновываются возможности геменологии, науки о покрытиях, оболочках, упаковках, изучающих множественные свои предметы в связи с тем, что они скрывают с собой. Ну, это как произвел философии. Альтернатива сексологии и ротологии, гуманитарная не физиология, а гуманитарная наука любви, о культурных и создательных аспектах яроса. Иная культурология, хоррология или хоррорология, звучит ужасно, так и должна звучать, наука о саморазрушительных механизмах цивилизации, которые делают увеземой для всех видов терроразизма, включая биологические, компьютеры и информационные. Очень насущная наука, особенно после 11 сентября 2001 года, когда вдруг объяснила, что цивилизация представляет самую главную угрозу самой себе. Не природе, это экологическая забота, а вот именно хоррологическая забота, когда оказалось, что при том, чтобы разрушить цивилизацию, в нее нужно ничего, круга небоскрюбов и самолетов, то есть продуктов самой цивилизации, которые успешно ее самую могут разрушить. И это такая вот как бы недокультурология, минус-культурология, очень насущная дисциплина. Вот таким образом потенциация развертывает, я упомянул только те немногие дисциплины, которые описаны в моей книге, она по-русски тоже выходила, эта книга, я потом приведу биографическую ссылку на нее, называется «Знак пробел о будущем в унитарных наук 2004 год». По-русски новолитературный обозритель. Таким образом, потенциация, то есть о возможене, развертывает ряд альтернатив для каждой теории, для каждого теорема, не критикует их, не деконструирует их, а именно потенцирует, то есть вводит в раздвигающийся ряд понятий, каждый из которых альтернативно другому. Иначе трактуют то же самое явление. Потенциация наук, искусств, жизненных стилей, теоретических моделей — это процедура расширения каждого понятия путем его мультипликации, встраивания в виртуальные поля сознания. Логика, стоящая за потенциацией, не является ни индуктивной, ни недудуктивной, и, естественно, не является редуктивной, она антиредукционистская логика. Радикально отличается от редукции, которая сводит многоразличный кетинум. В данном случае, в случае потенциации, наоборот, одно обнаруживает множественность, отличие от себя раскладывается как ряд инаквости. Такой прием называется абдукция. Это такой логический прием, можно назвать абдукция. Этот термин был введен Чарльзом Пирсом для обозначения логики гипотетического мышления. Абдукция буквально означает похищение, умыкание. Это похищение понятия с того ряда, в которое оно закреплено, традиции, и перенесение в другие множественные расходящиеся ряды понятий. Ну, скажем, у науки похищается ее предмет, и язык похищается в олимпистики, древняя похищается в археологии, которые становятся предметом другой науки, салентологии или археософия. Но археософия, что это такое? Это наука не о древнем, а о древностном. Вот есть древнее, то, что принадлежит действительно архаическим стадиям цивилизации. А есть древностное. Скажем, вот Пикассо-художник, или Томас Манн, или Джейм Джойс, они используют какие-то архаические модели сознания, скажем, мифы или такой изобразительный стиль древнего африканского искусства во вполне современной литературе, в вполне современной живописи. И вот это предмет археософии. То есть изучение древностного, относящегося к древностным структурам, которые вполне проникают и в состав современной, даже авангардной цивилизации. Или наука похищается определенной предметной области и переносится на другую. Скажем, вот Мишель Фуко создал археологию знаний, хотя, собственно, археология имеет дело с материальной культурой. Это же прием абдукции. Я понимаю, что тут мы как-то слишком ускорились, и все это хорошо было бы развернуть более подробно. Поэтому я буквально закончу через несколько минут. Хотел бы просто подвести итог. Будущее гуманистики — это большие, человекосозидательные и миропреобразовательные проекты, в которых гуманитарные науки будут участвовать в взаимодействии с естественными и общественными науками. Выбор такой — либо гуманистика превратится, или уже превратилась в занятие архивных юношей интерпретарата старых текстов и будет оттеснена в область музейных, периферийных профессий техноцентрического века. То есть гуманитарные науки станут примерно тем же, чем сейчас является лингвистика мертвых языков. Вот изучение латинского, греческого — очень почтенное занятие, необходимое для общей культуры, но абсолютно необязательное для того, чтобы быть человеком XXI века. Вот это судьба гуманитарных наук. В одном случае. Либо гуманистика выйдет на передний край трансформации мира, поскольку все тайные возможности техно- и социоэволюции заключены в человеке, в его мозге и разуме. Это признает современная естественная наука. Современная космология, как вы знаете, выдумала антропный принцип в понимании Вселенной. То есть физическая Вселенная такова. Все параметры ее до миллиардных долей в своих дробях пригнаны к тому, чтобы в ней стало возможным появление человека, появление наблюдателя, появление сознания. Казалось бы, это такой как бы ход в пользу гуманитарных наук. Господи, сами физики говорят, что мир таков, чтобы в нем был человек. Кто-нибудь из гуманитариев пользуется этим антропным принципом? Вот этот вот выгрузный совершенно ход, подача со стороны естественных наук? Нет, естественные науки тврдя под антропным принципом физики. А гуманитарные науки опять-таки молчат о нем, потому что они перестали заниматься человеком, они перестали заниматься антропосом. Они занимаются чем-то совершенно другим. Физики понимают, что создать физическую теорию всего невозможно без самопознания человека, потому что мир, каким нам давно его познавать и исследовать, определяется структурой человеческой сенсорики интеллекта. А значит, успехи физики зависят от гуманистики, от Сократовского «познай себя». Физики это понимают и активно включаются в когнитивную, психологическую, логофилософскую и даже теологическую проблематику. Вот труды вышеупомянутых ученых. Почему этим занимаются ученые, почему этим не занимаются гуманитарики? Большинство гуманитарев еще не осознало, что задержка гуманитарных наук на критикой деконструктивной стадии чревата либо помехами научно-техническому прогрессу, либо маргинализацией самих гуманитарных наук. Их центральные, собственно, человеческие, человеководческие проблемы будут переходить в компетенцию физиков, космологов, экологов, фатологов, генетиков. Пришло время, решительное, можно сказать, время для методологического пропуждения гуманитарных наук и движения деконструкции к большим конструктивным подходам и решениям. И, кратко, это сказать, философ будущее гуманитарных философии будет проектировать антологию виртуальных, все менее отличимых от реальных миров, метрикой их времени и пространства, исходные параметры бытия, познавательные и ценностные ориентиры. Логика и психология будут расширять возможности интеллекта и эмоциональной сферы, в том числе проектировать новые свойства искусственного разума. Эстетика и поэтика будут очерчивать возможности новых художественных и литературных движений. Лингвистика и семиотика будут развивать лексическую и грамматическую систему языка и расширять семиосферу, создавать новые знаковые системы. Культурология будет разрабатывать проекты новых культур и цивилизаций, в том числе экспериментальных, основанных на разнообразных сочетаниях естественного и искусственного интеллекта. Ну вот этим, собственно, мы и собираемся заниматься в Центре гуманитарных инноваций, Center for Humanities Innovation, который буквально несколько месяцев назад был создан в Дармском университете Великобритания. И я обращаю вас к сайту этого центра. Это, в общем-то, центр предназначен для интерактивной деятельности, то есть в нем могут участвовать, в принципе, все желающие, но на английском языке, это англоязычная деятельность в данный момент. Ну, если где-то в России или в Украине захотят создать некоторые, так сказать, соответствующие филиалы этого центра и что-то подобное, эту идею тоже можно было бы рассмотреть. Ну и последнее, где об этом можно было бы подробнее прочитать. Да, это вот cloud of texts, это вот те понятия, которые интересуют наш центр, так они в виде облака здесь представлены. И книги, где об этом можно прочитать. На русском языке, это мои книги, знак пробела о будущем гуманитарных наук Москва, 2004 год. А на английском языке у меня недавно вышла год назад книга «The Transformative Humanities» и «Manifesto», то есть в том самом жанре манифеста, с которого я начал, это манифест трансформативно-гуманитарных наук, «Transhumanities», как по-английски тоже можно называть. И эту книгу я тоже передал в дар библиотеке Большего университета и буду рад, если она будет прочитана. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ